Всем привет! Сегодня мы с вами будем копаться в моем мусоре! Это просто капец, во что превращается в ванна блогера, когда он собирает пустые баночки. Ну, давайте сразу погнали! Это первая часть из серии этих видео, потому что за одно видео мы с вами явно здесь не управимся, поэтому обязательно продолжайте смотреть, а я расскажу вам свое полноценное мнение о тех продуктах, которые у меня закончились, которыми я полностью до конца пользовалась, поэтому погнали! Первое, что здесь у меня сверху стоит, это гель для душа от Фаберлик, конкретно это знойный маракеш. Я вот эти вот гели для душа от Фаберлик очень люблю, во-первых, они недорого стоят, во-вторых, они в основном все очень классно пахнут, ну, запах это такая индивидуальная вещь. Знойный маракеш конкретно это такой неплохой запах, немножко перченый, мне он понравился, классно пошел у меня гель для душа, и также я здесь вижу аналогичный, это единственная балийская идиллия, молоко кокоса и гибиску, сейчас я вспомню, как он пах. Этот немножко менее привлекательный для меня запах, что довольно странно, потому что кокос вообще в целом я люблю, но здесь конкретно запах кокоса такой немножко химозный, с чем-то, с какой-то примесью, поэтому из этих двух знойный маракеш мне нравится больше, мусор здесь мной полностью завладел, мне даже трудно двигаться, чтобы ничего не упало. Следующее, что хочу вам показать, это маска для лица от Брелил, это конкретно их золотая серия, по-моему, с гиалуроновой кислотой, да, все правильно, с гиалуроновой кислотой, полностью я этой маской попользовалась, что могу сказать, это не маска, у них в этой линейке бальзама нет, есть только шампунь и вот маска, но это не маска, это скорее бальзам для волос, довольно жидкая консистенция и эффект именно такой, как от бальзама, то есть моментальное такое вот немножко более гладкое ощущение волос и в принципе все. Также здесь у меня в пустых баночках термозащита, вот это, кстати, термозащита от Брелил, очень классная, мне она безумно понравилась, тогда, когда я ей пользовалась, я в принципе насиловала свои волосы очень сильно и пользовалась разными плойками, феном постоянно укладывала волосы, но вы в последнее время очень часто мне говорите, что волосы у меня очень красиво выглядят и, наверное, не самое последнее место занимает здесь термозащита. Она называется Ultra Lease Spray с кератиновым комплексом, в общем-то, если будете на стенде Брелил, обязательно спросите, вот она выглядит вот так вот, черная с красным баночка, очень-очень достойная термозащита и стоит недорого. Так, покажу вам сразу еще несколько гелей для душа, у меня их здесь, наверное, процентов 30 этого мешка, это гели для душа, потому что они реально очень быстро расходуются. Заказывала тоже в Фаберлике парфюмированный гель для душа, это конкретно мужская серия, запах такой перчено-свежий, очень неплохая вот эта серия, моему мужу понравилась. И также здесь еще мне попалось мыло для рук, это жидкое мыло для рук, юный османтус запах, очень сильно я люблю этот запах, очень нежный аромат, мне он напоминает аромат подснежников, очень такой весенний, легкий, приятный ароматец, у них, кстати, есть целая серия, вот это юный османтус, если вам нравятся нежные запахи, такие ненавязчивые, цветочные, то смело берите любую продукцию из этой серии, вам запах понравится. Так, у меня в поле зрения остался последний гель для душа, я извиняюсь, у меня много в начале гелей для душа, карамельное пролине, опять-таки Фаберлик, как вы заметили, всякие такие средства, которые быстро расходуются, я предпочитаю заказывать в Фаберлике, потому что все они там очень неплохо пахнут, когда я в супермаркете, начиная нюхать все гели для душа, мне они пахнут какой-то бешеной химозой просто, конкретно это карамельное пролине, очень приятный запах, такой, я не могу сказать карамельный, но очень приятный, сладкий, такой вот какого-то десерта такого, огромная моя печалька, закончился у меня бронзер от NARS, лагуна оттенок, эх, практически полностью я его уже допользовала, он здесь единственное, по краям еще буквально там, я не знаю, полмиллиграмма, наверное, осталось, но этим уже вообще нереально пользоваться, потому что на кисть это равномерно не нанести, а полосить у тебя по лицу как-то желания у меня нет, долго я им пользовалась, то есть, в принципе, свои деньги он оправдывает, по-моему, 30 долларов стоит, ну, реально очень долго, на год мне, наверное, его хватило. Вижу здесь огромную свою печальку, закончилось у меня масло от Marocca Noil, ой, вообще, уход Marocca Noil, это лучшее, что случалось с моими волосами за, наверное, всю мою жизнь, после ухода Marocca Noil, у меня волосы как будто ожили, и даже несмотря на то, что я их постоянно крашу, и еще и в светлый оттенок, конкретно линейка вообще Marocca Noil, у меня здесь, кстати, еще маска, и там еще где-то, наверное, шампунька тоже завалялась, конкретно Marocca Noil, конечно, чудеса творит, и мне понравился и шампунь, и маска, и бальзам, и масло, вот вся линейка просто шикарная. У меня было масло, это стандартное, это не лайт-версия, очень я его любила, пару помпочек я себе выдавливала, распределяла по рукам, и прям вот так вот в конце аж вдавливала это масло, ой, потрясающе просто, с этим маслом кончики вообще не секутся, ни в месяц, ни два, ни три, ни полгода, в общем-то, очень-очень рекомендую. На маске уже сильно останавливаться не буду, очень классная маска, действительно такая питающая, восстанавливающая, у меня просто ни граммулечки здесь не осталось, ой, запах тоже просто Marocca Noil, я обожаю, для меня это такой вот действительно люксовый, очень крутой запах. Так как у меня блондинистые волосы, ну, сейчас, кстати, не очень блондинистые, но тогда, когда я пользовалась вот этим средством от Garnier, который называется стойкий цвет усилитель Blond, у меня были очень светлые блондинистые волосы, это средство, как бы с намеком на фиолетовый цвет, то есть оно, по идее, должно убирать желтизну с волос, но оно вообще нифига не работает, я не поняла, в чем прикол, для меня это был такой типичный просто бальзамчик для волос. Что мне для волос понравилось, так это вот такой вот делюкс сэмпл, у меня был Керастаз Эликсир Ультим, это у меня конкретно версия крема, опять-таки, после того, как у меня закончилось масло Marocca Noil, я пользовалась вот этим, тоже очень неплохое средство, но масло, мне кажется, оно какой-то больший эффект, все-таки лечащий создает, это все-таки более такой бьюти-эффект, то есть обволакивает волосы, опять-таки, кончики не секутся, волосы блестят, волосы послушные, красивые, но в то же время, мне кажется, что конкретно вот это средство, это больше такое именно косметическое декоративное средство, в то время, когда Marocca Noil действительно очень круто питает волосы и восстанавливает. Также закончилась у меня одна из самых моих обожаемых сывороток для лица, это Michael Todd Anti-Ox Serum, очень-очень классная сыворотка, я вот эту сыворотку рекомендую всем своим подругам, эта сыворотка, это единственное средство, которое меня полностью избавляет от любых высыпаний на лице по части прыщиков, и в то же время, оно еще и способно бороться с первыми морщинами, в общем-то, если у вас кожа именно такая, скажем так, граничит уже возраст с тем, что начинаются и уже морщины появляются, но в то же время, еще и вроде как подростковые проблемы там на лице вас еще не оставили, вот это вот ваше средство 100%, попробуйте, все, кто пробовал эту сыворотку, абсолютно все мне говорили, что она им понравилась, кому-то чуть меньше, кому-то чуть больше, но еще вообще никто мне не сказал, что конкретно эта сыворотка вообще не понравилась. Я, конечно, много крашусь, поэтому этот макияж нужно снимать чем-то, поэтому здесь вот я сверху вижу, у меня аж целых три средства для снятия макияжа, глаза, вернее, с глаз я снимаю макияж мицеллярной водой, я покупала вот такую вот маленькую баночку от Горнье, очень классно работает, потому что вот конкретно вот эта мицеллярная вода мне абсолютно никак не щипит глаза и очень комфортно снимает и быстро макияж. Если я пользовалась какими-то очень стойкими текстурами в макияже, там, к примеру, очень стойкой помадой или каким-то водостойким карандашом, мне очень понравилось снимать его средством от Mary Kay, опять-таки, это маленькая баночка, она мне попалась в какой-то бьюти-коробочке, называется Oil-Free Eye Makeup Remover. Это такое вот как бы маслянистое средство, которое вот просто за одну секунду снимает любые очень такие стойкие текстуры, и конкретно вот это средство у меня именно для этого использовалось. И последнее это Faberlic Prolixir мицеллярная вода. Этой мицеллярной водой я снимаю макияж с лица, на глазах не использую, потому что глаза у меня жутко пекут от этого средства, а с лица нормально снимают, никаких претензий к нему нет. Вижу здесь тоже довольно большую банку, это окислитель для краски, которой я пользовалась, это краска, которую я использовала, по-моему, еще когда в рыжий цвет красилась. Я купила вот такой вот бутылек на 1 литр, но, блин, мне его хватило, у меня там даже еще вот где-то вот столько осталось, я год, по-моему, или полтора была рыжей, в общем-то, одного такого литра мне хватило на целый год покрасок. Кстати, меня в последнее время очень часто спрашивают, чем я крашусь, и я в последнее время красилась либо L'Oreal Loa Color с их окислителем тоже, оттенок у меня 9.12, и вот конкретно вот этот цвет, это я попробовала L'Oreal Inoa, и тоже цвет 9.12 и с окислителем Inoa 6%. Вот этой штукой я не допользовалась, я ее выкидываю практически полную, но она мне уже испортилась. Это бальзам для ног от Freeman. Я в последнее время пользуюсь какими-то баттерами для тела, и мне этого вполне достаточно, я просто тупо забывала про это средство, как для отдельное средство для ног. В основном он мне больше всего не понравился тем, что после того, как его наносишь, нужно сидеть вот так вот лапками кверху, и ждать, чтобы он впитался, потому что если начнешь ходить по полу, если пол нестерильно там чистый, то начинает все прилипать к ногам, мне это просто жутко раздражает. Я для тела все-таки люблю такие вещи, которые быстрее впитываются. Закончилось два антипроспиранта, эти я заказывала в Фаберлике для своего мужа, ему этот аромат конкретно очень понравился, это Дезодорант Вент Де Адвенчерс, короче говоря, я не знаю, как это читается, там оно по-французски написано, но в общем-то вот такие вот синие тюбики, ему очень нравилось. И тоже из этой же серии покупала ему кислородную пену для комфортного бритья, очень неплохая пена, вполне чем не хуже, не лучше, чем любые пены из супермаркета, по типу там Арка, Джилет и так далее, и тому подобное, то есть если вас по цене устраивает эта пена, вполне можете брать. Закончилось у меня топовое покрытие от Шилак, я уже заказала себе новое, пользуюсь я только гель-лаками Шилак, и кстати меня спрашивают, какими Шилаками я пользуюсь, но Шилак это и есть марка, то есть C&D Шилак, и я конкретно Шилаком пользуюсь, еще в последнее время попробовала польскую как бы подделку на Шилак, тоже мне очень понравилось, вообще никаких претензий к ней нет. Мой дезодорант для чувствительной кожи я заказывала, этот мне конкретно, по-моему, запахом нравится, потому что он абсолютно такой ненавязчивый, а не конкретно тем, что он там для чувствительной кожи. О, этой банке я вообще не помню сколько лет, честно говоря, шампунь для сухих волос, когда-то очень давно я пользовалась шампунями Натура Сиберика, они мне нравятся, я ничего не могу сказать плохого, а Натура Сиберика, конечно, единственный минус для меня заключается в том, что она очень плохо мылится, поэтому у меня сейчас волосы, в принципе, достаточно длинными стали, и для того, чтобы размылить это средство у себя на волосах, мне нужно очень много его использовать, поэтому я уже переключилась на другие средства, с которыми мне легче работать. А это, я не помню, я, по-моему, муж уже мой добивал эту банку, я уже давненько Натура Сиберикой не пользуюсь. Давайте покажу вам последние два средства, и на этом уже будем заканчивать эту часть видео. Опять-таки, здесь у меня Фаберлик, и опять-таки, средства для дома. Вы, наверное, заметили тенденцию, что все средства, которые для душа, такие ванно-банные принадлежности, а также средства разные для чистки в ванной, или там посуды, кухни, кухонных всяких принадлежностей. Я это все люблю заказывать в Фаберлике. Меня устраивает цена, меня устраивает качество. Конкретно вот это средство для чистки ванной комнаты, я его обожаю просто. Оно очень такое ядреное, то есть вот как бы ни была загажена ванна, а у меня она частенько бывает загажена, потому что мы моем лавы моей собаки в ванной, поэтому есть там что помыть, в общем-то. И вот это средство, оно немножко пенится, и моментально просто удаляет любые загрязнения, налет с кранов, с лейки и так далее и тому подобное. Все это быстро удаляется. Это средство постоянно заказываю. Только у меня закончится одно, сразу беру второе. И здесь у меня тоже еще ультракондиционер для белья. Это у меня, не помню, какая именно серия, ну такой зелененький. Тоже люблю я эти кондиционеры. После них белье нельзя сказать, что прям ну совсем уже такое мягкое-мягкое-мягкое, но достаточно приятное. То есть я его использую с разными полотенцами, с разными такими нежными тканями, и вполне я довольна тем, как оно работает. Давайте на этом, наверное, закончим первую часть этого видео. У меня здесь еще, в принципе, осталось достаточно много продуктов, но о них я вам расскажу во второй части. Не пропустите ее у меня на канале, поэтому сейчас подпишитесь, если вы еще не подписаны. Поставьте палец вверх этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу сделать для вас особенное видео, а именно рассказать, что можно кушать на протяжении первой половины дня, для того, чтобы держать себя в хорошей форме и не поправляться. И сегодня я хочу поделиться с вами секретом успешной тушевки, как нужно тушевать тени, для того, чтобы они настолько же красиво выглядели, как у меня в видео. Субтитры сделал DimaTorzok